Всем привет! Привет, дорогие невесты! Наша сегодняшняя встреча, пятиминутка, будет посвящена следующей объединяющей традиции, которую я также рекомендую проводить во время свадебной церемонии. И называется она Дерево Любви, или так называемая Церемония Посадки Саженца. Приступим! Итак, что же из себя представляет эта красивая церемония? Вы сейчас узнаете немножко из истории, и поговорим о символах и значениях. Посадить дерево в знак создания новой семьи – это прекрасная традиция, которая существует в культурах многих народов мира, ведь дерево ассоциируется с любовью и семьей. Как правило, на церемонии дерево или саженец сажают в горшочек, который потом отправляется в дом молодых или пересаживается в саду перед домом. Да, такое тоже возможно. Символично еще и то, что почву для посадки молодожены могут собирать в садах своих родителей или, например, берут из домашних растений, олицетворяя тем самым согласие, понимание и взаимоуважение в своих семьях. Тем самым смесь почвы из родительских домов с любовью и заботой при посадке и дальнейшем уходе даст прекрасные плоды в будущем, так же, как и новоиспеченная семья. Прекрасная, удивительная, а самое главное – очень душевная традиция, которая служит на объединение. Тут даже не то чтобы молодой семьи двух людей, а вообще семей. Также хотела с вами поговорить о том, что же нам понадобится для проведения этой красивой традиции. Если вы посмотрите на картинки, то, как всегда, все станет предельно понятно. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Первое, что нам понадобится – это горшочек. Красивый горшочек, наполненный землей. Естественно, небольшое деревце, либо саженец, который вы будете сажать во время церемонии, либо, как я иногда рекомендую делать своим молодоженам, вы можете уже заранее приобрести посаженный в горшочек небольшой росточек, практически стихами, либо небольшое деревце. Также во время церемонии вам понадобятся две чаши, два сосуда. Как вы можете видеть на фотографиях некие такие стаканы, наполненные землей. Ну вот, собственно, и все элементы, которые понадобятся вам для проведения этого красивого объединяющего обряда. Но в качестве финального аккорда в завершении церемонии вы можете, взявшись двумя руками, за лейку, еще и полить ваш саженец. Что касается лейки, тогда вам тоже ее нужно будет приобрести, как-то красиво украсить, может быть, в тематике свадебного дня. Вообще, все те предметы, которые я перечислила, также необходимо подготовить в тематике свадебного дня, чтобы они стильно смотрелись во время церемонии. Итак, считаем горшочек с саженцем, земля, обязательно сосуды, наполненные землей, чтобы можно было провести обряд, и лейка с водичкой. Вот, собственно, и все. Что бы я хотела еще добавить? Вот всегда, когда я предлагаю своим парам провести данный обряд, многие начинают переживать. Почему? Потому что это, так или иначе, работа с землей. Невеста сразу представляет себя такую красивую, нарядную, в белом платье, и тут какая-то земля. Все боятся испачкаться, естественно, извозюкаться. Но здесь важно понимать, что поскольку вы, естественно, не огород скапываете, у вас в руках нет лопат и тому подобных атрибутов, у вас все аккуратненько. Если вы посмотрите на фото, все абсолютно безопасно. Иногда, когда пара слишком сильно волнуется, я предлагаю приобрести также в тематике свадебного дня перчатки, стильные и красивые для него и для нее, и фартуки. Если не для него, но для нее, согласитесь, это очень мило по-домашнему. Если вы хотите во время своей выездной регистрации провести красивую церемонию посадки саженца, проводите, берите все те советы и лайфхаки, что я перечислила выше, на заметку. И, как я уже сказала, воплощайте мечту в реальность. Тем более, как говорят, мужчина в своей жизни должен сделать три вещи. Построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Здесь, конечно, главное не перепутать. И вот дерево посадить вы можете вместе на своей церемонии. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Увидимся, как всегда, в четверг. Желаю вам отличного настроения и прекрасной, беззаботной и безоблачной свадебной подготовки. Пока-пока!